Здравствуйте, уважаемые друзья! Это Роллел Квест. Сегодня с Ваней Леонардо и с Могоя Рафа. Вы, наверное, помните меня по моей известной фразе «Идите нахуй». Как видите, я прикупил тебе новую зверюшку или новую цару. Ага, а мой персонаж, Римка, лучница. А я чернокнижный. Да, только ты что-то спиной ты стоишь, а не к лицам. Да, да насрать. На тебе немного, успокойся. Димой надо согреться. Спасибо, я уже согрелся. Всё, пошли. Да, выйдут теперь и сейчас. Эта игра довольно-таки разнообразная. Здесь можно взаимодействовать с любыми персонажами. С людьми, вернее. А, да, да, кстати, да, кстати. Расскажи об этой игре, то, что есть, что можно вообще. Ну да, тут можно, в принципе, ходить, где хочешь, убивай, кого хочешь, да, или кому хочешь, забивай. Да, смотри сколько у людей, смотри сколько у человека 9 этих штук, 9 торговых лавок, это многовато. Ну здесь можно что делать, здесь можно отправлять сообщения, добавлять в друзья и нажиме смотреть. Да, 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 просто сравнение и это. Можно осмотреть его, посмотреть, какого у него снаряга. Там можно вступать в группу, гейдио, куда хочешь, куда делать, чё хочешь. Да, я продолжу. И это. Можно посмотреть, какой чувак нагибаторский, какая у него секса, дёшка или какой-то тупой бомжар. Можно его пригласить или поторговать с ним, как я сейчас делаю. Можно, можно его вызвать на дуэль, как я сейчас делал. Он может принять или отказаться. Да, прими дуэль заебал, покажи. Ахахаха, иди на фиг, я не буду с тобой. Можно игнорировать, друзья, можно поигнорировать, можно шипнуть, то есть написать в ЛС и послать нам. Давай покажем хотя бы что-то, представлять собой ПВП. По поводу дулей, окей. Ну давай, начинай таковать, используй умение, покажи основные умения. Какими-то пользоваться будешь. Вот так. Здесь просто обычные, простые сражения, здесь ничего особого нет. Главное, если жизнь у него почти кончилась, то всё, он проигрывает. Другой побеждает. Если, если у вас жизнь, если он просто убежит, то всё, он побеждает, вы проигрываете. В этом тут суть. Здесь можно чего угодно. Вот видите, я, вы проиграли, у меня было написано в доле. Потому что у меня жизни было мало. А он выиграл. Ну это и козло, наверное. Он это и димит, наверное, наверное. Ну да, потому что это просто поединок, просто обычный. Но здесь за это ничего не получаешь. А когда я могу вам показать новый символ Нового Года? Давай ещё раздуэль начнём. Это показывает новый символ Нового Года. Окей. А, кстати, там кресты, и там можно, надо выполнять обязательно задание. Потому что... Лови с Новым Годом! Снежки? Да. А я звук. Всё, я почти погиб. Ха-ха-ха. Он, лечись как я, я же включусь, я не просто скажу. Ну, я... Ольга, я тебя так и халпо щас убью. Вы проиграли дважды. Нихиаси. Зелья ж можно использовать. Ты что, забыл эту панель? Зелья ж можно использовать. Зелья ж можно использовать. Всё, всё. Дрожжное, зелье, чай и тут прочее. А, у меня закончились. Там просто у меня зелье-то есть, но я не использую. Я использую крайне смучение. Да, у тебя есть дети, у тебя есть приглашение на фестиваль. Давай покажем, что это за локация такая. А, ну да, сейчас посмотрю. По-моему, есть. А, приглашение на снежный фестиваль. Да. Сейчас мы вам покажем. Тому очень интересно. А, кстати. Если вы видите у меня справа в углу, где написано задание по поводу собрать 300 игрушек. Чтобы получать награду. Это я как раз выполняю. Такой крест. У меня сейчас 96 из 300. А вот ещё один символ этого. Так, его у меня пока нет. Ну вот, здесь есть смотритель, у которого можно взять ежедневное задание. Попробовать блюда или напитки. Это только на новый год действует эта локация. Да, здесь напитки можно, всё, можно праздничный. Это нужно попробовать, а потом это дадут награду. А, кстати, с нового года вам с выступающим всем. Да он уже прошёл давно, алкаш ты старый. Это для тебя, но не для нас. В Москве ещё продолжается новый год. В России. Я не удивлюсь, если я увижу пьяного русиша. Ха-ха-ха. Так, тебе нужно, дай-ка, иди сюда. Давай отойдём, а то смотри. На, держи. Меня мы не нужны. А-а-а. А чё это ты мне дал? Или меткого стрелка. Давай ещё тут салют можно запустить. Это редкое упрямление. У-у-у, салюты. Классно, а где ты его такой взял? Просто, просто он валялся, вот. Иногда попадается. Бери быстрее, пока его не забрали, вон. Вот я, он лежит. Шесть штук взял. Да, она пошля отсюда уже. Я сейчас фестиваль, сейчас запущу тоже салют. У-у-у. Красота какая, лепота. Ха-ха. Пошля отсюда. Да, пошли. Классно я вылазил сюда, да? Красота, да, да, я, лепота. Вот, начнят, я вам покажу кое-что интересное. Тебе туда нельзя, Римка, поэтому ты будешь сидеть и ковряду там ждать меня. Ты его царя. Ха-ха. Ну, там же меня там, там же у нас косты разные, поэтому делать нечего просто. Ой. Вот тут в королевский дворец пройти можно много в престол, чтобы подойти тебе нужно иметь подтверждение, что ты чист на алхимию, потому что здесь как в гомунку выходим. А, кстати, чуть не забыли. Здесь есть несколько видов классов. Маг, лучник, мечник, какой еще там четвертый ассасин, по-моему, я помню, который в вор переводится. Вы можете перекачивать любого из персонажей два вида профессий. Охотник, если вы играете, например, за лучника, у него есть два вида, стать охотником или стройком. Если мага, то у него там другие, какие ты там знаешь, подскажи по поводу профессий. А у мага есть волшебник и чернокнижник. Ну, я не знаю, чернокнижник будет сильнее, чем маг. А, ну да, есть обычный маг и чернокнижник, это он говорил, два вида варианта профессий, как говорится. Если вы хотите качать чернокнижника, я могу вам немного сказать. Да, если, если правда хотите, он расскажет. Если хотите про охотника моего персонажа, он тоже расскажет, потому что он себя знает в этой игре, а я только просто с ним развлекаюсь. Ну вот, я могу вам, если посмотреть, тут есть талант и умения. Да, особенно, да. Открой свою ветку тоже. Да, если талант и умения есть, да, вот, талант и умение называется. Умения у всех очень разные, но принцип одинаковый. Для тех, кто хочет быстро наносить критические удары, чтобы быстро выносить врагов, выбирайте опустошение. Ну, у тебя это должна быть первая ветка красная. Видишь, Лена? Да, у меня все некоторые открытые, некоторые прикачиваемые. Есть только у меня две виды. Чтобы стать охотником и снаппером, нужно достичь двадцатого уровня и выбрать одну из них из профессий. Например, охотника, у нее есть стрельбы, ловушки, выживание и охота. А если снаппер, то у него на стрелке так всегда останется, только обеспрежение, инженерия и ликвидация появляется. О, у меня опустошение, у тебя инженер, инженерия, нужна для того, чтобы наносить критические удары. Да, именно так, но при тем, как это... Ликвидация, последний перк ликвидации, это вроде огнемет. Ну, да. А у него нужно безумие. Ну, да, но при тем, как его это использовать, нужно сначала достичь его двадцатого уровня и выбрать именно одну из них из этих двух вариантов профессий. Ну, да. Вот если так посудить, если играть, смотреть, то безумие нужно, если для чернокнижника, безумие нужно для того, чтобы вы могли, ну, как так сказать, для того, чтобы вы быстро убивали. Он не создан для критических ударов, он создан для быстрого уничтожения. То есть криты от этого не ждут. Средняя ветка называется скверн. Яды разные и всё такое. Это предназначено для долгих и изнурительных боёв. Но вы должны, в принципе, рассчитываться на то, что вы победили. Ну, это да. Мы сейчас пойдём сражаться и вдруг мне сейчас помогают. Подожди, я залезу за снайпера, покажу. Я расскажу немного про ветку снайпера. А, снайпера это я, я помогу только. Какой-то у меня написано. У меня снайпер есть, я могу сказать. У меня там ветка прокачивается. Хм, понятно. А ты куда делся? Я вылез, я сейчас перезалез. Я буду стоять возле этого, возле рикера на карте. А, про поводу снайпера? Да, я сейчас снайпера сделаю пока. Ну, там не так что просто, а что это за шум? У тебя там что-то шумит. Не знаю. Я-то хорошо слышу. Ну, там Рим, ты где? Наверное. А, я там где мы были, где ты там стоял со мной. Я не помню. А, возле этого, возле королевского дворца. Да-да-да-да-да-да-да, который называется Ход Аккордении Точности. А, сейчас я подойду тебя. Да, я там просто стою на улице. Сейчас мой Роланд ещё, я с Роландом буду. Да, кстати, он про снайпера сейчас всё расскажет даже. Когда я приключу это как его навыки. У меня полный перк этого прокачан как его инженерии. Для измерительных боёв, товарищи говоря, прокачивался. Вот я, пришёл. Вот, да, кстати, если, если немножко не видно, я сейчас и сближу, и вам покажу. Вот его пушка, вот его персонаж. Ну, персонажа я этого не стремился качать, поэтому как-то. Ну, он просто создал, а у меня только первый персонаж. У меня только одни все женщины будет, по-разному классах. Ну, один меня будет лучница, другая охотница. Вот, если посмотреть... Вот, если посмотреть... Вот, вот, вот то, что вы видите, мой друг охот... Снайпер, он охотный, этот стрельком. У меня персонаж будет такой же так у него, в этом, в этого персонажа. А в другом, в другом персонаже, будет там всё по-другому. Ну, это будет позже на следующей серии. Вот смотрите, вот Роланд, он в принципе у него... Сейчас у него низкая атака и так себе хп. Я могу его копать, что существенно повысит его защиту и атаку. Два или три раза. Да, чтобы он стоял на одном месте и обстрелился, да. Вот то, что сейчас видели, да. Кстати, если вы видите... Подожди меня на дуэль пригласили, я хочу проиграть в честь. Пригласить? Меня пригласили на дуэль. А, да, сейчас я добавлю тебя в дегенерат. Как ты играешь? Я тебя пригласил, у тебя в друзьях. Погнали. Я, я вот с этого аккаунта не играю, я не приглашаю. Ну, понятно, я просто тебе так на всякий случай. Открывай, но... Обидно. Вот то, что вы видели, неко не могут отказываться, а могут согласиться принять у вас в список друзей и в группу. Просто бывают такие разные люди. Ну, игра очень интересная. Я сейчас вам немного про убийцу. Я сейчас вам немного покажу убийцу. Убийцу? Валяйте. Да. Вот сейчас вы просто... То, что увидите, у него только одни все пацаны. А у меня только одни девушки. Но, в принципе, это не... Потому что я пацан, по-моему, это логично. Ну, я-то тоже пацан, но... Просто в этом, в этой игре не обязательно всю жизнь играть за себя. Кому-то играете за девушку, играете. Кому-то реально жить. Девушки играть, например, за парни. Могут как хотите. Даже карусы и додали. Любое локательное, сетевое. Понимаешь, ты понимаешь, что ты школьником ломаешь психику. Вдруг они там захотят секс по чату. А тут пацан какой-нибудь, а тут баба. Дети реально перезанут Деда Мороза. Хотя в него уже давно не верил. Ну, это естественно, там, что он вообще не существует в реальности. Это мой пердак существует, он вечен. Не, ну, в реальности это понятно одно. А просто для нас он просто не появляется в реальности. Тогда мы были мы детьми. Тогда я тоже был маленьким. Но ведь, тогда один раз тогда у меня было... Я тебе покажу, что... Ну, то есть на Новый год мне подарили мне видео камеры. На самом деле это была моя мама и папа. По подушку тогда я спал, меня подсунули. У меня рука-то по подушкам была. Я даже его не почувствовал, что у меня там камеры. Вот. А на самом деле Деда Мороза-то не было. Вот. Сейчас я вам расскажу про это. Про умение ассасина. Ну вот. Основное это убийство. Идёт тоже для критического. Яд для долгих боёв. То есть, отравлю. Здесь всё связано с отравлением. Угу. Давай я тебе покажу, что он умеет в дуэли. В дуэли? Окей. Согласен. Мы сейчас покажем в дуэли. Ну, стариков вы тут поняли. Моё... 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 Моя последняя ветка. Удар вампира. Всё. У тебя ХП сейчас будет забираться. Ты попробуй меня найди. Угадай где я. Вот... Вот тебе все видели, да? Ааа... Вот поэтому ассасина, как вора... Не до... Скорее ещё одно умение. Пока у меня мы кончились. Нужно опять хитрость набрать. Ааа... Ты пока подлечись. А я пока хитрость возьму. Мне нужно хитрость его заблудить. Ааа... Кстати. Я хочу ещё сказать. То, что вы увидели, да. Играете... Если играете ассасина вора, кто-то классно просто. Ааа... Ваш персонаж будет очень хитрый. И очень сильный. Мы стрелим кисть, я тебя отравил. Лузер! Да. Мне приятно. А ты моё основное умение. Что ты сделаешь? Все. Я проиграл. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 То, что вы видели, это правда. Так. Что ещё есть у нас последний, по-моему. Ха-ха-ха. Мы показали мага. Показали ассасина. Стрелька. Ха-ха-ха. Могу показать ничняка, только он четвёртого уровня. Ха-ха. Это да. Это... Это Лаян Оон самый первый, да? Если не ошибаюсь. Он сам... Это самый последний. Я его вкачать хотел, но теперь передумал. А, ну понятно. Что ты такой занятый? Что ты такой занятый, ведь? Друг мой сердечный. Ха-ха-ха. Это потому что ты постарался. Это не я себе на пизде, это не я был. Ха-ха-ха-ха. Вы его видели? Он сам-то просто так, но просто иногда можно так сделать вид, что как будто я не знаю, что это мой друг как раз и управлял за семьей. Ха-ха-ха. А что ты... Ну, это не важно. Но главное, что... Запомните, если ваш друг и хочет с вами играть, играйте тоже. Если он предлагает вам группу или там гендию, там... Ну, то есть, не то есть, в смысле, вступить. Всегда соглашайтесь, то вы можете спокойно, быстрее перекачаться. В групповую и во всём. Групповуха? Ха-ха-ха. В смысле, в групповую, в смысле, это в группе, в компании, в смысле, я имел в виду. Нет, групповуха интересует о чём. Мы о нём со мной это пойдём. Ха-ха-ха. Ха-ха. Кстати, если честно, зовите с собой всегда четвёртого игрока или пятого, там без разницы сколько игроков будет в одном группе. Ну, я имею в виду, в отряде. Всегда берите, особенно одного человека, хотя бы медика, мага, который он может лечить. Маг. Нужен маг в основном. Ещё главное, чтобы был разбойник и крестоносец, а остальное уже не важно. Ну да. Это самое главное, что должно быть. Ну, я имею в виду, в отряде, в смысле. Я пока посмотрю, я хочу себе вещь купить какую-нибудь и купить. Правда, я... Да нечего, у меня самое мощное всё. Я самый крутой, я бы все пиздюки. Дааа. Нарцис, дааа. О, опять там что-то шумит у тебя. Я ебу. Интересно, а что здесь продают? Офига себе одежды. Тебе такое ещё мало, ты ещё маленький. Нет, только здесь я вижу для магов. Я просто хочу им всем показать то, что здесь есть. Просто для них. Мы же... Не просто играем, мы же записываем. Ладно, я подумаю над твоим поведением. На твоё поведение, на твоё поведение. Это твоё поведение, хреново. Да, кстати, видите ли, там все книги, всё такое. Это для магов, там всё такое. Здесь только магазин для... Всё только для магов. Каждого магазина бывают разные, для каждого класса. Конечно, они разные по уровню и цены. Даже есть ещё это. Если вы собираете вот такие штучки красненькие. Как он, блин, называется? Которые. Которые можно их улучшать своё снаряжение. Вот у меня открыл я инвентарь себя. Вот вы меня видите. Маскировка кутка. У меня защита 98 плюс 22. Потому что я его улучшил. И... Печатка заклинательного. Защита 31 плюс 4 дополнительно. Это значит 8 атаки и там, ну да далее. Просто то, что защитил, я считаю, просто уличено. И 33 плюс 8 защита. Это маскированная блюджей. Так называется просто такое снаряжение. Сапоги таганского остряка. Тоже 18 плюс 4. Вот мой лук. Жалевый лук. То есть не жалевый, а оживляющий лук. Жалевающий, а не оживляющий. Ну да. 22 плюс 4. И вот кольцо я купил там... Не слушайте этого пидора, у меня 66 атака. У меня кольцо стрелька 20 плюс 2. У меня просто такие низкие. Потому что я то сам то 17 июль. Поэтому я такие... Ты не качаешься, ты премиум аккаунт просрал в жопу. Как так можно? Сам такой. Я аккаунт не просрал в жопу. Я ничего не продал, блин, нахер. Чё ты гонишь? Вот у тебя был премиум аккаунт, мог бы уже раскачаться за один день по двадцатым. Ну извините, я просто не могу часто играть, потому что я работаю. Я ж тебе объяснял, что я... А, кстати, уможайные люди. Если вы услышали вот это слово, что я работаю, это правда. Я реально зарабатываю деньги на... Не то, что на играх трачен с эти сайта. А урокси за щечку там берет. Я ничего не делаю. Я просто зарабатываю деньги реально и покупаю... То есть откладываю на деньги туда, на реально. Только потом на... Ну то есть на себя, на жизнь, а потом на игры, на Steam. Что ты что говоришь? Ты сейчас бедных детей доведешь до белого коленя, они будут деньги в Steam кидать. Да мне не надо деньги, я не смеялся их им просить. Я просто его объясняю просто. Короче, я ухожу от тебя. Куда это ты уходишь с меня, а не машинги вроде бы. Ой, блин. Я забудился. Ха-ха-ха-ха. Блин, ну ты даешь. Ладно, я туда иду. Так. Короче, в этой игре можете сражаться с любой уровень, но если вы не... Так что вы его пробьете. Если вы низкий уровень, то не советую сражаться против монстров с таким уровнем, те которые они высокие. Например, 20-й, 40-й уровне. Есть можно сражаться против 20-ти, только если у вас будет уровень, как у меня, 17-й. Только по одному можно их убивать, тогда вы можете больше получать опыты. А мне нельзя разить? Нет, почему? Можно. Потому что у тебя, ты уже высокий, у тебя же 28-й уровень, все введя. Да он высокий, то чем тут максимальный уровень, то есть 10-й я еще не нанесена. Ну, я имею в виду просто им, объясняю в смысле. Просто то, что сейчас, сколько у тебя. В принципе, начиная с 40-х уровней, уже в жизни ничего не надо. Потому что вот мне, что перейти на 29-й уровень, нужно с 78 тысячок. Ну, да. Для сравнения за убийство монстра, в среднем за убийство монстра, довольно-таки сильно даются. Всего там, может, тысяч. Может, опыта всего лишь там соединичек. Ну, в принципе, да. Но просто... Я сейчас сражаюсь с этим жуками и кабанами. О, красный цветок, у меня просто я его постоянно продаю. А, кстати, если хотите больше золота, просто лишнее продавайте все то, что вам не нужны в инвентаре. А то, что относится для высокого уровня только к вашей снаряжении, лучше оставляйте. Например, у моего шапку вот этого, защита 79, требуется 25-й уровень. Но цена 1170 золота стоит для продажи. Если у вас такой же, как у меня, попадется в игре, то лучше его не продавать. Лучше оставьте его на себе. Лучше разберите его на этот, на Элу, чтобы потом сделать какой-нибудь предмет. Ну, или, да, можно и так, да, в принципе. А, блин, капанов убивай. Ну, я и сейчас что делаю? Вот и оно, мясо, мясо. Хе-хе. Да, вот. Если хотите, правда, присоединяйтесь, играйте с нами, отступайте. Ну, часто, всех пати добавим. Ну, да. А, и еще, хочу вам еще сказать одну вещь, которую мой друг знает. По поводу, если хотите вступить в эту гидию, то обращайтесь к моему другу. Только у его есть какой-то знакомый, главный гидий в этой. Да, он уже, он уже слился, так что, ага, твой план, твой план, твой план, твой план насчет хороших связей не получился, он покинул гильдию, пока мы на 10 уровне не качнем. А, кто-то, да, кто-то, да, главный гидий. Так, ты посмотри, какая-то сейчас найду. Посмотри, сам Мурлис какая-то. Так, вот я вижу состав. Хочешь посмеяться, я набил опыта больше, чем глава гидий, блин. У него 20 тысяч опыта, я 30 тысяч уже набил здесь. А, я вижу. Мурлис, 60-й, главный гидий. Он сейчас тот самый человек, который сейчас не в игре, он не в игре. Он как раз и есть главный гидий. Хочешь, можешь ему написать, если так вот хочется спросить что-нибудь. Ну, это ты можешь сам его написать вместо меня. Я это сделаю каждый божий день. Вот видите, мы сражаемся даже с 20 по 24, потому что... Я что, я 40-ми сражал, ты о чем девушка? Ну, я не девушка. Ну, пожалуйста, я просто говорю, что вы можете только с высоким уровнем, можно играть только тогда, если вы с друзьями в одном отряде. Тогда урон тут, конечно, тот не будет требовать. Требуется уровне здесь не будет, а требуется количество игроков только в одном в ряду. В отряде смысле. Вот мы сейчас вдвоем, поэтому мы можем справиться с любым высоким. Но то, что ты говоришь, там 60-е. Ну, потому что ты, это... Со своими гидиями там, чтобы в одном в ряду не играл. Тогда меня-то не было. А мы с гильдии только один раз встречались. Я сейчас с гильдии вообще не сижу в чате. Мы с этими сидели как его. А я не говорю в чате. Я, в смысле, в отряде. У меня знакомый есть такой же. 41 уровень. Мы с ним это сидим. Ааа. Он сейчас покачал в пустыне Мару. Ну, где диаметры? 60 уровней. Да блин. Хе-хе-хе. Мы там бегали. Я, конечно, дамага особо не наносил, но потом быстро накачал. У меня осталось 83 проц... Эй. Осталось 13 процентов для перехода на следующий уровень. Ааа. А у меня... Блин, вот достал живучий. То есть живудин. Я его называю живущий, блин. Хе-хе-хе. Как живущий гад. О! Ёлочки, три игрушки. Надо собрать. 99 из 300. Ааа. Мне надо быть 20, чтобы спуститься. А я могу. Ага. Ну... Я вот дам совет. Вот в подземное озеро никогда не спускайтесь. Там реально опасно. Уже на мне... Блин, ты меня бросил, я сейчас сдохну. Да мне босик. Хе-хе-хе. Ну, предатель. Какой предатель? Я сам еле прохожу. Мне бы хоть кто-то помог. Ну, я бы с удовольствием помог. Как? Если я сам-то не 20-й. Видели? Я умер. Ха-ха. Ее перезвонился. Он умер. Он умер. Скажите мне спасибо. А иначе... Ну, да. Конечно. Тут реально сложно проходить. Я только двух монстров убила. У меня... Мне уже надоело. Я уже хочу домой. Ааа. Спаси меня. Ну, да. Нет, серьезно. Тут реально сложно сносить. Во-первых, они 22-х уровня, во-вторых, они возрождаются по два раза. Ну, за два раза одного и того же чего будет. Ну, это да. По идее, это получается так. Это еще какие-то желтые светляки, которые предупреждают каких-то монстров более сильных. Ой. Блокиратор. Ненавижу его. Кого? Ну, блокиратор, он не блокирует умение, без умения, ты как знаешь, Мах ничего не умеет толком. Ааа, да-да-да-да, я знаю это. Я в пещере оборотней с такой фигней столкнулся, пошел по пути, где не оборотня ловушки. Ну и получил. Как меня их воскрешение уже заебало. Сейчас метеоритами их поем немного. А, кстати, если вам хочется тоже еще продолжения в этой игре, в этой серии, в этой, в которой мы играем, хочу вам сказать, что скоро я из этого гейдя, я скоро уйду. Че так? Ааа, тогда я прекращаюсь до 20-го, я создам свою собственную гейдию. Нужно миллионы, нужно 35 уровнями, чтобы в гильдию попасть. Любую. Любую? Да, нужно 35 уровень, чтобы создать гильдию. Какой уровень, 30-й? 35 уровень, чтобы создать гильдию, миллион монетами. Ааа, ну это понятно, ну я просто всем просто сказал, что я скоро это создам свое, только тогда буду, конечно, ну спасибо, что ты подсказал. Я тоже хочу в принципе создать свою собственную гильдию. Ну да, там можно, да. И можно даже стать союзниками, зато в одном разных гейдей. Блин, блин, у меня проблема. Прости, у меня сейчас я жизнь, я не смогу пройти. Посмотрите меня, народ. Сейчас второй запиратель пойдет. Мой, хорошо, что он умер, хорошо, что умер, хорошо, что он умер. Ну да. Я не тебе, я тут говорю, вот этот хлюбак, стрелок. Ну я-то понял. У него урон 280. Нехера себе, вот дает. Ну да, говорю же, дает как Саша Грей. Блин, блин, сейчас я только буду сражаться, перекачиваться, блин. Кстати, если кто-то еще немножко не понял, это первая серия, то что мы и вы сейчас смотрите. Нашим комплей, наш общий видеоролик на канал и на ютубе. Только даем ссылку на канал, правда. Ссылку я обязательно скину, только если, если нужно, то просто в ютубе найдете меня под название Леонардо Тепляков. Уже, ты видишь, я только половину пути прошел, бля, там ухо. Их там еще много. Сколько вас там, блин? Так, два хлюба-то охотника. Ну ладно, будем критом мочить. Я его критом с одного встал. А, кстати, если кто-то играет тоже и любит игры по стиме, например, там банишь, это выживание. Просите, пишите комментарии в ютубе, я тоже их запишу. И вступите, и можете вступить в мою группу в стиме, называется Commandos Russia. По-английски слово Commandos, а Россия по-русски пишется. А, чуть не забыл. При том, чтобы меня легче было найти в стиме, нужно сначала в первую очередь поставить три сказательные знаки. Потом, как раз то, что я говорил, Commandos Russia, потом в конце три сказательные знаки. Да, ну просто так сказал всем, чтобы они знали, чтобы у меня было легче найти в стиме. Вот. Если хотите, вступайте. Насчет группы Контрата у меня тоже есть, но она у меня закрыта, потому что никто особо не сможет там вступить. Если хотите, вступайте все равно, даже если у меня закрыта только по приглашению. В группу Контрата меня по-другому зовут. Там мое настоящее имя зовут Кирилл Тепляков, а не Леонардо. Леонардо, если вы спросите почему, потому что это мое второе имя. Ну, чтобы вы все знали. Дулика, сука. Извиняя, это шутка была. Спасибо. Ну, хорошо, что это всем поймут, что это шутка. Что ты не людям говоришь, а этих. Да ладно, зрители любят шутки. Ну, понятно. Я и как раз тоже хочу, но не знаю какой. Вот, например. Кому звонишь? Мельцы. Положишь трубку. Че положишь трубку? Че положишь трубку? А что нахуй, блядь ты? Положишь трубку, положишь трубку. Че положишь трубку? Не положу. Положишь трубку, я сказал. А че, если не положу? Застал тебя шляпу сожрать. Физдец шутка. Ну, это так и есть. По фильме так и было. Шутка такая. Не думаю, что это понравится зрителям. Ну, это называется... Это как? Иван Васильевич, меняй профессию. Если кто-то не догадался. Я догадался просто. Я говорю, блин. Некоторым зрителям это не очень понравится. Ну, пусть так будет. Ну, если им не понравится, просто она не... Это последний раз был. А, да. На нашем канале будет новое супер голосование. Голосуйте, кто из нас круче. Я или Лео. Ха-ха-ха-ха. Ну, да. Голосование началось. Ха-ха-ха. Ну, здесь дело не в этом, кто круче. Главное, просто... Кто кому-то понравился. Я хочу... Мне чисто ради интереса хочу узнать. Нихья себе. Чё-то там было, я не успел прочесть. У меня там написано, Ринко получил разрешение какое-то участие. Какое-то было. О, у меня серебряный сундук появился. Так... Ну, что ж... Друзья мои... Начинается... Под этим видео будет голосование. Пишите, кто круче. Рафан или Ринко. А на этом у нас всё. Мы были с вами. До свидания. Да. С вами Боу Леонард Тепляков и... Я. Короче, я Раф. И Раф, да. Пописывайтесь. Пишите комментарии. Ну, голосовать-то может и Саня. Кто круче. Или мы оба. Ну, просто иногда из нас могут быть шутки не всегда хорошие. А... Например, у примеру... А то пиздюлет Рафан получится. Ну, ха-ха. Ну, например, у него хорошее, а у меня нет. То... Пишите просто. И всё. Ну, голосовать-это вам решать, не нам. Мы просто записываем. В комментариях, кто лучший. И к следующему выплату. И... И как только закончатся комментарии, мы прочитаем, кто... Кто победил. Да. Особенно в моём собственном канале. Мы подпишем. Да. Ну, что ж. Всем спасибо. Всем пока. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok